всем привет так будем сейчас радиокод 101 помещать свинцовый домик посмотрим как упадет фон в нем вот запоминаем сейчас 5,7 импульсов в секунду цпс примерно вот так скачет и вот микрорентгенах переключим вот 11 микрорентген в час достаточно долго он уже включен вот так показания помещаем на этом самом уровне его в свинцовый домик посмотрим вот поместили полностью он туда влез правда по диагонали только по диагонали влазит но ничего нам и так подойдет вот поместили закрываем и подождем немножко подождем так ну он моментально то есть вентилятор не там 7 импульсов в секунду можно уже смотреть что там у нас показывает сколько микрорентген ух ты один микрорентген в час вот это домик классный обалдеть погасил до одного микрорентгена смотрите 0,47 импульса пол импульса в секунду а было 56 импульсов в секунду то то есть домик в 12 раз погасил фон скорость счета у дозиметра радиокод 101 домик значит очень добротный хороший домик если он скорость счета радиокод 101 понизил с 6 импульсов в секунду до пол импульса в секунду это очень хорошо значит всем рекомендую вот такие домики от радиометра бета они называются свинцовые весят один домик 23 килограмма на зависах с дверкой сделаны по госту во времена ссср делались вот пожалуйста поль пол импульса если разместить кристалл вот так вниз все то же самое на то же самое давайте понаблюдаем как повысится показания когда мы достанем прибор вот на край поставлю повышается понемножку чуть чуть то есть дверка даже можно не закрывать дверку и убираю с домика смотрим а медленно набирается а не быстро хотя у него скорость 6 импульсов в секунду а знаете почему так медленно набирается потому что дурацкий алгоритм придумали плохой он усредняет очень долго и это тормозит дозиметр он очень медленный и сделали ну из-за этого алгоритма счета в прошивке сделали прибор тормозом полный тормоз так долго сбрасывает показания и набирает так долго что просто ужас вот уже вышел только вот сейчас дошел до своего скорости счета без домика вот и то еще не дошел вот сейчас дойдет до пяти с половиной импульсов очень долго надо ждать а сбрасывает а сбрасывает хоть быстрее а ну-ка вот поместили ждем ждем тоже медленно по чуть-чуть вон сбрасывает а не сбросил быстрее потом медленно 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 шел а потом так раз опять потом подскочил какого-то фига непонятно чего его и опять сбросил вот только теперь сбросил а что-то проскакивает полтора импульса видите каким-то образом проскакивает в общем сбрасывает показания в домике быстрее чем возвращается чем видит радиацию потом когда вытащу с домика понятно вот такое игрушка для студентов прищавых ну ну зато стоит дешево не жалко кто выбросить хотя не жалко не так уж дешево стоит достаю его его как долго долго придолго они этого раза быстрее что было вы видели ну потом сбросил до трех непонятно как-то и теперь опять поднимается до пяти как-то непонятно рывками резко было пять шесть потом опять сбросилось до трех импульсов хотя так обычно три импульса в секунду никогда не бывает где бы я не был у себя в квартире или на улице это как-то рывками он сбрасывает непонятно ну ладно вот вообще неплохой приборчик если конечно прошивку получше с алгоритмами лучшими поисковыми еще то было вообще класс а так тоже хорошо то в карман помещается экран есть спектр умеет набирать хороший прибор хороший хороший но не поисковый так а если мы не можем найти радиацию то что то нафига нам дозиметр правильно если он не может найти источник заражения или повышение фона там на местности грунт вода вот водичка хорошо ну все всем пока до новых встреч